Я открыл эту модель. Она больше чем то, что мы строили. Естественно, здесь есть несколько объектов, в которые мы сейчас не будем влезать, а мы сразу запустим эксперимент. Это уже серьезный проект. Данные здесь хранятся в базе данных. SQL Server или Access. Видимо, сейчас это Access. Давайте запустим какой-нибудь простой эксперимент. Это примерный интерфейс конечного пользователя этой модели, то есть тех людей в компании, которые собираются принимать решения о том, где строятся склады. Ну и вот, значит, в данном случае простой эксперимент. Мы сами выбираем, например, один склад здесь, скажем, один в Екатеринбурге, какой-нибудь в Новосибирске, Кабаровске. Ещё. Поставить. Поставить. Вот. Значит, мы запускаем эксперимент. А этот эксперимент, в общем-то, такой чисто демонстрационный, чтобы посмотреть, как модель работает. Возможно её отладить. Вот. Значит, есть карта, на которой можно посмотреть, что происходит. Ну, вот помните, у нас был склад в Екатеринбурге, из которого сейчас происходит доставка. Значит, ещё один в Новосибирске. Так далее. Ну, то есть здесь какая-то простейшая анимация с картой. Вот. И, к сожалению, экран не позволяет показать всё целиком и сразу. Вот. И вот это та статистика, ради которой, собственно, модель и создавалась. То есть, общие рассуды компании – это ключевой показатель, плюс множество дополнительных показателей. Расходы на транспорт, вот этот как раз штраф или потери от недостатка товаров на конечных, в розничных магазинах и так далее. Вот. Есть несколько страниц. Вот. Статистика по складам, по метагруппам товаров, по транспортным средствам. Вот это различные типы транспортных средств. Вот это фуры, это контейнеры 20-40-футовые. Вот. Ну, и, значит, обратно к анимации. То есть, это вот один прогон моделей, который позволяет для конкретного варианта что-то посчитать. Вот. Но нам же нужно выявить, ну, или точнее помочь найти, помочь клиенту найти оптимальное расположение складов. Правильно? А вариантов здесь бесконечное количество, ну, почти бесконечное количество. И как мы это будем делать? Понятно, что, ну, вот сейчас, там, через, там, сколько-то секунд этот прогон завершится. Этот прогон был для варианта, там, Чехов, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Ростов-на-Дону, да? Вот. И что мне делать дальше, да? Что, руками задавать следующее расположение или нет? Значит, для того, чтобы решать подобные задачи, с иммиграцией используется вторая технология – это оптимизация. И вот следующий эксперимент с этой же моделью, который я собираюсь вам показать, сейчас это закрою. Вот. Это оптимизационный эксперимент. Сейчас данные загружаются. Вот параллельный вариационный эксперимент. Значит, ну, вот здесь у меня прогресс выполнения прогонов. Анимация нам не важна сейчас. Модель выполняется с максимально возможной скоростью. Вот. У меня на компьютере два ядра, соответственно, два прогона идут параллельно. Вот их прогресс. А вот они выполнились для вариантов. Один склад в Чехове и два склада. Один в Чехове, один в Владивостоке. Вот. На самом деле, почему здесь Чехов все время участвует? Потому что там склад уже построен. То есть там вариантов нет. Как бы он уже есть. А вот где строить остальные – это вот вопрос, который задается. Вот. Таким образом, сейчас вместе с инвестиционной моделью работает оптимизатор, который, перебирая различные варианты, пытается найти оптимальную. Оптимальную. Значит, полный эксперимент здесь длится достаточно долго. То есть, ну, скажем, день. Вот. Потому что моделирование достаточно подробное. То есть там мы моделируем каждый магазин. Вот. Все перевозки. Реально. Вот. Поэтому полностью, естественно, мы его посмотреть здесь не сможем. но просто сама идея, да, что вместе с имитатором используется оптимизатор, вот она для нас важна. Вот. Ну, вот мы по каким-то прогнозам здесь уже получили какие-то данные по затратам. Останавливаем этот эксперимент. И давайте посмотрим слайд следующий. Значит, что такое оптимизатор и как он используется в подобных проектах? Вот. Значит, если цель найти какие-то оптимальные соотношения параметров, и параметров хотя бы несколько, а не один, а может быть даже иногда, когда один, то руками, перебирать их руками, это нереальная задача. Потому что пространство параметров обычно огромное. Вот. Для того, чтобы в этом пространстве параметров каким-то образом найти дорогу к оптимуму, или хотя бы к какому-то хорошему варианту, используется специальный софт, специальный алгоритм, который называется оптимизатором. Оптимизатор является ведущим. Аминационная модель как бы ведомой. Что делает оптимизатор? Ему дают на вход цель, например, минимизировать стоимость. А ограничения. Ну, они могут быть разными, они могли бы быть такими, там, товары, уровень запасов у розничных байзинов не падает ниже такой-то отметки. Ну, например, да. Вот. И те параметры эминационной модели, которые можно менять. Оптимизатор делает какое-то начальное положение, получает результат, запоминает его, меняет параметры, запускает модель А5, и каким-то образом двигается пространство параметров. Пространство это обычно огромное. То есть, если у вас, например, пять параметров, которые имеют какие-нибудь непрерывные значения, то это пространство с пятью измерений. Вот. Гарантии того, что оптимизатор найдет оптимальное решение, нет. Никогда. Ну, если только это не полный перебор, если у вас неизвестна форма функции. А форма функции здесь никогда не известна, потому что функция определяется логатомической инновационной модели. Вот. Поэтому можно только говорить, что вы полагаетесь на гемористике, которая находится в оптимизаторе. Вот. И на его умение как-то немножко посмотреть разные места пространства параметров. Вот. И найти оптику. Иллюстрация работы оптимизатора. Сейчас я покажу. Так, мы закрываем. Я покажу на абстрактном примере, который находится в инструменте. У нас есть некое производство. Не важно, что это такое. Важно, что здесь все операции связаны со стоимостью. И мы считаем ее структурой. Вот это стоимость простой ресурсов. Это стоимость ожидания. Это стоимость транспортировки. Я могу подвигать какие-то параметры руками. Стоимость меняется. Вот это себе стоимость обработки одной детали. Вот она увеличилась. Вот она уменьшилась. У меня пять параметров. Сколько тут? Да, пять параметров. Руками я сколько угодно могу их двигать. Может быть, я что-нибудь найду. Значит, что мы делаем? Мы говорим. Оптимизационный эксперимент. Вот он. Целевая функция. Минимизировать себестоимость продукции. Ограничения. Ну, например, там наше производство должно справляться с таким-то потоком вот этих входящих деталей. Запускаем оптимизацию. Сейчас модель выполняется очень быстро. Мы уже сделали 500 запусков. Без анимации, естественно. Вот. Каждая точка вот на этом графике — это попытка. Вот смотрите, что делал оптимизатор. Он как-то, так скажем, ткнулся в разные места в начале пространства параметров. Нашел сразу же какие-то хорошие значения вот здесь. И попытался около них, да, около них что-то поделать, их немножко поменять. Нашел какой-то минимум. Стоимость. Локальный это минимум или глобальный? Он не знает, никто не знает. Поэтому он оттуда ушел в другие места, в пространство параметров. Вот это его пробы, да, где стоимость очень высокая, то есть явно не оптимальное значение. Тем не менее, он обязан просмотреть пространство. Вернулся. А, нашел другой минимум. Вот он. Обработал его. Опять ушел. И так далее. То есть вот, в принципе, чем больше раз вы запускаете, тем больше гарантия, что вы найдете хорошее решение. Но гарантия, что вы найдете оптимальное, естественно, нет. Вот результирующая стоимость. Он нашел такое соотношение параметра, при которых стоимость 153 доллара за деталь. А изначально там была 179. Вот так вот. Так работает оптимизатор. Вот по оптимизатору есть какие-то вопросы? Показывает, значит, чего произошло снижение стоимости? Вот, собственно, выход оптимизатора. Вот он. Это значение. Вот четыре параметра ему можно было менять. Вот эти значения, при которых цена, в данном случае стоимость обработки минимальна. То есть он на выход оптимизатора – это набор варьируемых параметров, при которых целевая функция минимальна или максимальна. То, что он вот успел найти. Вот. Сам алгоритм поиска – это уже, ну, можно считать, что, по-другому, черный ящик с эвристиками, которые вот по своим каким-то алгоритмам бродят в большом пространстве параметров. А результаты можно все эти выпустить по всему? Да, ну, естественно, там можно их скопировать, можно там программно их скопировать, да. Значит, практически по количеству параметров реально давать оптимизатору не больше, скажем, не знаю, десятка параметров. Ну, смотри, конечно, сколько значений, да, они могут принимать. Почему? Потому что иначе он запутается. В больших задачах, скажем, логистических, где параметров тысячи, используете, так скажем, эвристики какие-то, которые превращают эти тысячи в пять. Ну, может быть, у нас будет время, я покажу, как это. С Вашего разрешения, когда будет делать доклад Сергей Александрович, там будет как раз пример того, каким образом на стахастической динамической имитационной модели службы Service Desk определялись параметры службы. И там использовался имитатор, там будет это показано. Значит, второй большой пример, который я чуть-чуть покажу, это склад, это тоже реальный пример. Значит, это склад, здесь клиент я могу назвать, это X5 Retail Group, то есть крупнейший пищевой ретейнер России. Вот, а здесь мы уже решаем немножко другую задачу, на территорию относящуюся к логистике. Это оптимизация работы склада, конкретно персонал и оборудование. Значит, есть некий склад, вот распределительный центр Шолохова, который построен, и его бизнес-процессы были описаны, то есть это совсем свежее создание, вот X5 Retail Group. Вот, бизнес-процессы были достаточно хорошо описаны, то есть что происходит на складе, там, не знаю, приезжает фура, и вот все, что дальше там от этого начинается. Включая документы оборот, перемещение там палет и так далее. Вот, и, значит, нам нужно было найти оптимальное количество персонала и оборудование. Значит, вот входы-выходы модели, которые в данном случае включают более низкоуровневую информацию, типа, там, план склада, то есть здесь у нас будут метры, собственно, оборудование и так далее. Вот, и вот это выход. Я покажу эту модель в виде фильма, ну, видео небольшого отснятого, просто потому что она очень достаточно объемная и долго грузится в продукт. Значит, вот это склад, ну, соответственно, стеллажи, там есть какое-то место для кросс-докинга. Вот мы запускаем модель. Сейчас она пустая, то есть склад не работал, вот сейчас будет инициализация, то есть поехали автопогрузчики, вот тут какие-то фуры разгружаются. Значит, ну, пока вы на это смотрите, типичные сроки, да, вот подобного проекта, это месяцы какие-то, ну, что того, что другого, что предыдущий пример, что вот пример с X5, скажем, от 3 до 6 месяцев. Это примерно сроки создания инновационной модели и результатов. Ну, вот здесь результаты, цена за полетку, плюс куча дополнительных показателей, которые интересовали заказчика. Смотрите, тут надо разделять сам программный продукт и его конкретные приложения, потому что если вы говорите о проекте, скажем, для X5 или другом подобном, ну, работает один-два консультанта в течение вот тех самых, там, скажем, 3-4-5-6 месяцев. Вот. Если вы говорите о самом продукте, на котором инструменте инновационного моделирования не лоджик, то… Нет, 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 я говорю конкретно про модель. Про модель, вот, скажем, один человек, там, 4 месяца, так, два человека, там, 5 месяцев. Ну, вот такие вот примеры. Это зависит, естественно, от объема. Значит, вот важная вещь, ну, понятно, уже понятно, что все, что я приготовил, я не успею, да, сегодня, но вот какие за слайды, да, которые важны. Значит, об уровне абстракции. Уровень абстракции – это красивое, естественно, словосочетание. На самом деле, это его можно назвать уровнем неточности, вот, или уровнем упрощения в модели. Вот. И выбор его – это целиком на совести разработчика модели, и это очень важный выбор. То есть, если вы сделали модели очень детальными, скорее всего, вы эти детали, вы можете просто под ними погибнуть, ничего не успеете. Если вы слишком упростили, возможно, вы упустите какие-то реальные процессы или реальные влияния взаимосвязи, которые есть в модели. Значит, вот вы увидели два проекта, значит, ритейлеры электроники и склад в X5. И там, и там есть склад. Это совершенно разные объекты, хотя они построены в одном и том же инструменте. В первом случае, вот, склад в нашей цепочке поставок – это был простейший черный ящик, куда можно что-то поместить, а потом оттуда изъять. Как работает этот склад, было совершенно неважно. Никаких усилий ни разработчик модели, ни процессор, выполняя модель, на функционирование этого склада не тратил. И это было оправданно и достаточно. Мы знаем, что есть склад, что туда можно что-то отвезти, а потом оттуда что-то увезти. Ну, цена его такая. Во втором случае склад был именно то, что нас интересовало. То есть, он, естественно, моделировался точно со стеллажами, с артепогрузчиками, с персоналом и так далее. То есть, вот, один и тот же объект, как простейший черный ящик, или как достаточно сложная система со своей динамикой. И на моделирование этой динамикой, собственно, уходит все процессное время и там, соответственно, все усилия разработчика. Выбор этот, конечно, кардинально важный. У разработчиков моделей всегда есть соблазн моделировать весь мир во всех деталях, которые он видит. А с этим соблазном нужно бороться. Вот. Слушайте, ну, я не знаю, что мы дальше будем делать, потому что есть еще агентные модели, да? Мне кажется, агентная модель должна быть, в принципе, принцип агентного моделирования, я обязательно рассказываю. Давайте. Хорошо. Тогда одна агентная модель, плюс у меня еще есть общие слайды о том, но их немного, о том, как используется эволюционное моделирование, где место эволюционной модели в инфраструктуре предприятия, вот такие, если они важны. Один вопрос. Можно? Есть ли какая-нибудь у вас своя внутренняя статистика, фидбэки от ваших клиентов, которые говорят, что фидбэк от ваших клиентов? Конечно. Ну, например, вот проект фидбэкистический с Балтикой. Значит, что мы делаем? Мы делаем планирование среднесрочное перевозок для Балтики и планирование оперативное, потом уже, собственно, железнодорожных перевозок. Вот. А по сравнению с ручным управлением, да, которое было в компании до того, примерно, где-то 10%, ну, 7-10% выигрыш. Ну, примерно, потому что там, понятно, что все это меняется, нельзя там в прямую говорить, но вот такой, например, выигрыш. Он, конечно, колоссальный. А проколы были? Проколы были? У нас, ну как, были проколы в основном со сроками выполнения проектов. Такие были точно, да. Да, например, электростереплавительный цех для Челябинска мы вместо трех месяцев делали год, потому что уровень сложности не был понятен при начале проекта. Вот. Ну, вот такие, например, вещи были, конечно, да. Можно? А еще? Можно? Коллеги, я обращаю ваше внимание, что мировая статистика говорит, что решая оптимизационную задачу, мы никогда больше 12-13% выигрыша не получим. И получение результата в 10%, на мой взгляд, просто фантастический результат. А учитывая объемы производства и объемы дистрибьюции компаний «Балтика», это существенное сокращение затрат гигантского предприятия. Хорошо. Значит, последняя глава нашего сегодняшнего мастер-класса – это агентное моделирование. Значит, агентное моделирование – более новый способ, так сказать, более новый взгляд на моделируемую систему и новый язык, и новые принципы построения моделей. Вот. Суть его такая. Вы смотрите на что-то, и вы не понимаете, как это работает. Ну, вот. Кое. Да? То есть, например, вы не видите там никаких каких-то влияний или связей, чтобы построить системно-зинамическую модель. Вы не видите там никакого процесса. То есть, смотрите на систему, да, вот она как-то функционирует. Как? Вот как-то глобально. Сложно понять. И вы можете тогда сделать следующее. Вы можете оттолкнуться от элементов, объектов в этой системе. Я не знаю, что там вообще в общем происходит. Но я знаю, что каждый вот, например, элемент такого типа ведет себя вот так. А элемент такого типа, объект такого типа ведет себя вот по-другому. То есть, вы можете пойти снизу вверх, описав поведение вот этих вот составных частей, объектов в системе. Вот. А как они реагируют на какие-то события, там, внешние факторы. Как они взаимодействуют друг с другом. Населить модель вот такими вот активными объектами. Они и называются агентами. Вот. И затем общая динамика у вас получится как результат вот этой кооперативной работы этих агентов. В этом суть агентного моделирования. Не моделируйте сразу всю систему в целом. Можете не знать ее алгоритмов или процессов. А моделируйте просто по объектам, по тем знаниям, по индивидуальных поведениях, которые у вас. Вот. Применяется оно для самых разнообразных вещей. Например, что может быть агентом? Люди в разных ролях. Оборудование. Не знаю, там, вагоны, фуры, станки, базовые станции. Нематериальные вещи. Например, проект фармацевтических компаний, проект нового лекарства. Например, она разрабатывает обычно, скажем, десятки новых лекарств. Проект и его жизненный цикл вы можете описать и можете посмотреть, как они конкурируют за ресурсы компании, к какому результату эта разработка может прийти. Собственные организации, конкурирующие компании, политические партии, все что угодно. А также может быть агентом. То есть это зависит от, естественно, того, что вы моделируете. Вот примерчик простой, который я покажу. Этот пример относится к управлению парком. Общая задача управления парком такая. У вас есть большое количество каких-то объектов, может, не очень большое, и эти объекты иногда ломаются, требуют обслуживания, замены. Может быть, их лучше продать, может быть, лучше купить дополнительно новых. Для обслуживания этих объектов требуются какие-то ресурсы. Как оптимизировать вот этот парк? Ну, это вот просто как пример агентного моделирования. Одно из его применений, может быть, не самое типичное, кстати. Значит, этот проект мы делали как прикидочный и очень упрощенный для General Electric. Это обслуживание внутренних электростанций. У вас есть какие-то электростанции, каждая может сломаться, и есть статистика по поломкам. Каждая требует обслуживания, скажем, раз в две недели. На обслуживание нужны какие-то ресурсы. Вот. И обслуживающая бригада добирается из какого-то центра, либо на вертолете, либо на автомобиле. Ну, на вертолете, на самом деле, потому что в реальности объект электростанции находится на шельфе. Ну, то есть, в море. Вот. Значит, найти оптимальный размер парка обслуживающих автомобилей и вертолетов, которые обеспечивают какую-то доступность, ну, или там уровень работоспособности не менее 90%. Значит, агенты в модели такие – это собственная электростанция. И ее поведение описывается так называемой картой состояния, или стейт-чартом. Она либо работает, либо она требует обслуживания, или она сломалась. Если она обслуживания не задержана, то она ломается с одной интенсивностью. Если задержана, то чаще. Вот эти переходы. У вас есть какая-нибудь бригада, которая может находиться либо в центре, либо двигаться к станции, обслуживать ее, двигаться обратно. Вот такие простые стейт-чарты. Значит, стейт-чарты – это карта состояния, язык, который часто используется в агентном моделировании. Сама модель. В ней есть объект турбина, ну, собственно, вот этой электростанции, вот этот стейт-чарт. Есть транспорт – это вертолет либо автомобиль, и его стейт-чат. Ну, и все это собрано вместе и работает. Давайте запустим с какими-то параметрами, скажем, два вертолета и пять грузовиков. Ну, понятно, что это игрушка, в которой вы просто видите карту, как ездят, соответственно, грузовики. И вот здесь внизу – это количество работающих и вышедших из строя электростанций, которые колеблются где-то там от 80 до 100%. И, естественно… Тут используется транспортной сети? Нет. Здесь вот в данной… Это игрушка, я повторяю. Здесь просто используется расстояние, которое расстояние по прямой от сервисного центра до станции. Ну, потому что это было то, что называется proof of concept, то есть демонстрационная модель. Они часто делают такие модели перед проектами. Ну, а вот оптимизация, которая там, понятно, через какое-то время вам выдаст количество вот этих вот бригад. Вот. Давайте на этом закончим, наверное, да? Вот мою часть. И вы сискрою, да, компьютер будете? Да. То есть по нашему регламенту, да? То есть сейчас… Сергей Александрович. Сейчас, потом вопросы, правильно? Потом вопросы, и если у нас там вопросом останется коллегия. Значит, сейчас доклад Сергея Александровича, пока он готовится. Несколько вводных слов. Итак, эта работа появилась в результате следующего. Когда выполнался курсовой проект в рамках того курса, который я читаю по методам и средствам моделирования в бизнесе, была поставлена задача рационализации процесса службы серверс-деск в Нежэкономбанке. Значит, в результате была на основе айтиловской концепции была построена, значит, один из вариантов организации службы серверс-деск. И как продолжение работы, уже аттестационной работы по выпуску из программы школы IT-менеджмента, Сергей Александрович решал задачу определения параметров службы серверс-деск. Когда будет идти доклад, я прошу вас сделать особое внимание на следующих результатах. Значит, в некотором смысле, вот те модели колл-центра, с которыми сегодня началось обсуждение, они похожи на работу серверс-деск. Главная проблема, как подчеркивалось в докладе, стояла в том, как определить параметры службы, как определить законы распределения. И поэтому первые из результатов, которые были получены, были идентифицированы законы распределения. Это, к сожалению, задача оказалась достаточно сложной, и Сергей Александрович будет говорить о том, что до тех пор, пока не разделили потоки заявок службы серверс-деск в день и ночь, никаких вразумительных законов распределения получить было невозможно. И поэтому первый результат, который был получен, это идентифицированы законы распределения поступления заявок службы серверс-деск и времени обслуживания этих заявок. Обращаю ваше внимание, что это существенное сокращение тех трудозатрат, которые можете понести вы, если будете моделировать эти вещи, просто взяв эти законы в качестве исходных, и дальше только определять параметры законов. После этого я передаю Сергею Александровичу. Коллеги, добрый вечер. Я понимаю, что если бы технические сложности у меня продолжились еще немного, Владимир Дмитриевич рассказал бы полностью свержание работы. Значит, эта работа была проведена достаточно давно, в 2007 году. Как было уже сказано, она была ассетационной при выпуске из группы СИОМ-8 школы IT-менеджмента. Однако так получилось, что эта работа оказалась не только учебной, но и боевой, потому что на ее основании были приняты реальные управленческие решения, которые в организации до сих пор действуют. Я считаю, что во время этой работы было, ну, кроме рутины, о которой создание модели, правда, творческая, о которой рассказывал сейчас Андрей, было два важных момента. Это определение вероятностных характеристик модели и постановка оптимизационного эксперимента. На них остановлюсь более подробно. Я прошу меня останавливать, если это нужно, чтобы я углубился на ту глубину, на которую я углублялся при выполнении работы. Итак, постановка задачи. Внешковый банк – это… В настоящее время это госкорпорация. В 2006 году это был обычный, правда, специализированный банк, который помимо банковских задач, решал еще задачи обслуживания государственного долга и пенсионной нашей системы и некоторые другие. 2007 год. Он стал переломом в том смысле, что в июне, в середине года была создана госкорпорация, объединившая три банка, перед которой стала задача поддержки различных государственных национальных инвестиционных проектов, проектов развития. Поэтому в период предшествующий этой реорганизации мы стали думать, достаточно ли наша IT-служба соответствует тем задачам, которые может перед ней стать. Мы – это IT-подразделение, я работаю в департаменте IT-эксплуатации. На рисунке в левой части вы видите, как была организована служба технической поддержки пользователей до 2007 года. В банке более тысячи работников, большинство из них пользуются IT-системами, у них возникают разные проблемы или в терминах IT-сэм инциденты, с которыми они обращаются, главным образом по телефону. Был такой механизм, что пользователь при возникновении у него вопроса и проблемы мог обратиться в любое из подразделений департамента IT-эксплуатации. Он сам не шел, куда ему позвонить на основе своих априорных данных. Если при этом он ошибался, то его обращение перенаправлялось уже по правильному адресу. Все вы, наверное, понимаете, что это абсолютно с точки зрения правильной организации колл-центров сервис-десков, это неверно. Здесь есть проблемные зоны. Прежде всего, это транзакционные издержки, вот на этот перевод между подразделениями, ну это отделы, а не номерами на слайде изображены. Кроме того, была такая вещь, что запись об инциденте закрывалась тем, кто этот инцидент устранял. Это вообще называется конфликт интересов. Это тоже не совсем правильно, однако в тех условиях такая конструкция вполне нас устраивала, потому что не было роста количества инцидентов и как бы все было в каких-то пределах. Однако стоящие перед нами изменения заставили задуматься. Была поставлена задача реструктуризации этой службы. на первом этапе, который выходит за ранки этой презентации, пользуясь методикой функционального моделирования, была построена функциональная модель, которой были известные проблемные зоны, они устранились. Ну, эта модель, она изображена справа и, наверное, она тоже всем знакома и понятна. То есть под номером 0 у нас существует отдельное подразделение, называемое сервис-деск или служба поддержки пользователей, в которой поступают все обращения, в этой службе обращения регистрируются, при возможности устраняются, при отсутствии стандартного решения у диспетчеров службы они перенаправляются на вторую линию. Вот в данном случае это те же 6 подразделений, которые были в левой части, но по окончании и по устранению инцидентов закрывает инцидент взаимодействие с пользователем тоже сервис-деск. Таким образом планировалось реструктурировать службу. Однако после того, как мы поняли, что мы должны получить, встал вопрос, какие ресурсы требуются для этой службы. Иначе говоря, сколько там должно быть диспетчеров, какое время они должны работать, ну и из этого уже проистекают все остальные организационные решения. Значит, в ходе решения задач по нахождению оптимального ресурсного обеспечения было решено то, о чем я говорил. что первое – найдены вероятные характеристики, и второе – проведен оптимизационный эксперимент. Для этого было построено две модели. В нашем распоряжении была программная среда «Энни Лоджик», одного из ведущих российских производителей, о которой мы только что очень подробно слышали. Пятая версия. Я так понимаю, сейчас актуальная шестая. Да. Шесть пять. В моем распоряжении находились статистические данные по поступлению и обработке обращений за пять кварталов. Это полностью шестой год и первый квартал седьмого года. на этих данных была построена и верифицирована модель текущего состояния службы, того самого шарика в левой части предыдущего слайда. Далее, характеристики, найденные, были перенесены во вторую модель, на которой был построен оптимизационный эксперимент. Законы распределения и параметры законов распределения. Точно так. Значит, модели, вообще функционирование сервис-деска было рассмотрено, и это на самом деле оптимально, как функционирование системы массового обслуживания. То есть заявки, обращения, телефонные звонки, как их можно назвать, это транзакты. Те подразделения, в которых они обрабатывались, это аппараты. Количество сотрудников в подразделении – это ресурс. Время обслуживания – это некоторая задержка в модели, которую претерпевает транзакт, попадая туда внутрь. Были также приняты ряд допущений. Например, считалось, что в подразделении, в которое поступает обращение, инцидент, все сотрудники в равной степени могут его обработать. Как было сказано, огрублением модели они нужны обязательно, иначе модели становятся сложными и неисполненными. Вернемся к вероятностным характеристикам. В моделях их было три, как видно на стенде. Это интенсивность поступления заявок в службу и время обработки заявок в подразделениях. Требовалось найти, каким законом распределения и с какими параметрами подчинены эти вероятностные параметры. Была опробована и реализована методика, состоящая из четырех шагов. Сначала была сделана гипотеза о принадлежности вероятностного параметра к какому-то определенному виду распределения. С помощью априорных данных. Априорные данные были из теории массового обслуживания, что входной поток, как правило, распределяется экспоненциально, время обработки чего-либо в аппарате обслуживания – это гомораспределение. После этого были оценены параметры этого распределения, проверена гипотеза на основании некоторого критерия согласия и проведена верификация полученных результатов. Как я уже говорил, на уже известных данных за первый квартал 2007 года, на первой модели, модели текущего состояния, был осуществлен прогон модели и сравнены количество и качественно полученные результаты. Первым делом наступили на одну мину. Она такая, что если оценивать интервалы между поступлением заявок, а вот тот забор, который в верхней части слайда – это именно вот эта диаграмма за 2006 год, то мы видим именно забор. То есть регулярные, вернее, пики регулярной длины. Откуда они образуются? Они образуются от того, что организация работает, как правило, с 9 до 6. Эти пики – это временной интервал между приходом последней заявки текущего рабочего дня до первой заявки следующего рабочего дня, которое может быть пятница-понедельника, вы понимаете. Если смотреть на плотность распределения вот этих величин, то там даже наглядно видно, что ни одно из известных распределений, тем более экспоненциальное, туда не подойдет, потому что там сначала идут графики, похожие вот тому, что дни нарисованы внизу день и ночь, а потом образуется горб. Такой вот, как там, удар съел слона. Да, да. Вы знаете Аната Майклова? Нет. Ну, тогда дальше. Спасибо. Спасибо за хороший вопрос. Тогда ожидаем, что вы нам прокомментируете после этого выступления Сергея. Ну, я надеюсь, он не может подучиться и согласно. Что там не надо? Спасибо. Я уже подучился, но все равно интересно. Спасибо. Значит, для того, что… И понятно, что мы уже не можем говорить о случайных величинах, потому что наступление ночи – это не случайно, мы его можем сто процентов предсказать. Для решения этой проблемы было сделано следующее. поток заявок был разделен на дневной с 9 до 18 и ночной с 18 до 9. Таким образом, что, например, интервал между заявкой, поступившей в 17.55 и в 9.05, был 10 минут. Каждая из полученных последовательств рассматривалась отдельно, и для нее отдельно был подобран параметр «Закон плотности распределения». Модель несколько усложнилась, мне пришлось внести вот эти изменения, но зато дальше все пошло получше. Для подбора закона распределения был использован пакет программы «Статистика-10» фирмы «Статсофт», где такая задача решается встроенными средствами. На экране вы видите результаты подбора, обе гипотезы подтвердились. Использован был критерий Калмагорова-Смирнова, опять же встроенный. Теми же средствами были найдены параметры этого распределения, и был сделан вывод, что гипотеза подтвердилась. После этого была проведена верификация, результат, который вы тоже видите на экране. В среднем мы разбежались на 13% по отдельным подразделениям. Максимум на 23%. Как было уже сказано Андреем, построить адекватную, полностью адекватную модель невозможно, мы должны где-то остановиться. Данные значения были признаны достаточными, и на этом уровне, на уровне 13% модель была признана адекватной. Отсюда, после подбора вероятностных характеристик, можно было сделать выводы, которые на экране. После этого можно было взять модель номер 2, то есть это модель целевого состояния службы, и внесли в нее все те вероятностные характеристики, их там 21 штука, которые были найдены. Потому что от реорганизации IT ни входной поток заявок, ни время уже непосредственного решения не зависело. На модели номер 2 можно было переходить к нахождению оптимальных ресурсных параметров модели. Для этого был поставлен обратный эксперимент. Вы понимаете, что прямой эксперимент – это ответ на вопрос, что будет если. Обратный эксперимент – это нахождение тех параметров модели, которые оптимизируют значение критерия оптимизации в пределах заданных ограничений. В данном случае для того, чтобы воспользоваться встроенным оптимизатором, это был опыт квеста в пятом аниложике, я просто не знаю, что в шестом. Он же. Наверное, улучшенный и ускоренный. Сейчас я остановлюсь подробно о том, как были найдены те параметры эксперимента, которые сейчас у вас на экране. Прежде всего, критерии оптимизации. Отталкивались здесь от понимаемых нами требований бизнеса, от сервис-деска. Первое – это то, что бизнес не хочет, чтобы его звонки отвергались, то есть, чтобы никто не брал трубку в ответ на звонок в сервис-деск. Второе – это уже наши требования, возможно, требования работодателей в целом. Загрузка тех людей, которые будут заниматься приемом обращения, должны быть не более половины Ирланды. Пол Ирланга – это значит, что в целом из часа рабочего времени человек 30 минут говорит по телефону. При этом, опять же, из теории мы позволяем сервис-деску справляться с пиковыми нагрузками. И было экспертно установлено значение 0,4 Ирланга как нижняя граница загрузки. Естественно, никому не нравится, чтобы люди были недогружены. Третье требование – это максимальное соответствие времени работы сервис-деска рабочему времени организации. Это тоже понятно. Если они работают меньше, опять же, возникает вопрос их недозагрузки, переплаты, учета их рабочего времени и так далее. Если время их работы значительно превышает время работы организации, необходимо организовывать посменную работу. А это уже коэффициент 3, умножаемый на число людей. Критерии, которые обозначены F1, F2 и F3 на рисунке – это частные критерии оптимизации. Для того, чтобы построить интегральную функцию, то есть функцию, которая в данном случае максимизация превращала в максимум и зависела от каждого из частных критериев, нужно найти, как их агрегировать. Здесь вопрос тоже интересный, потому что размерность разная. Складывать, как в поговорке афроамериканцев с мотоциклами – это неправильная постановка задачи, надо найти, как их агрегировать. Для того, чтобы это сделать, существует средство, называемая функция желательности Харингтона, которая связывает числовые значения с психофизической так называемой шкалой. Сейчас в следующем слайде я покажу, как это было сделано. Значит, левый столбец – это шкала желательностей Харингтона. Справа мы говорим, например, первый столбец, что значение от 0,81 до 1, оцениваемое экспериментаторами, то есть нами, как очень хорошее. Это от 0 до 3% отвергнутых звонков, от 0,49 до 0,5 загрузка и 9 часов рабочего времени, то есть это время работы организации. Хорошо – это худшие показатели и так далее, до показателя очень плохо. Как было это отражено в модели? Оказалось, что для функции Харингтона очень подходит сущность табличная функция. В «Эни-Логике» я могу дополнительно… Вот три функции, соответствующие трем частным критериям. Ну, вы видите, что при достижении двух нижних, при достижении какого-то значения функция обращается в ноль. То есть нам такие значения уже не интересны, это накладывает ограничения при оптимизации. Так, я возвращаюсь назад. Значит, далее… Буду быстрее. Значит, обобщенный критерий оптимизации был установлен как среднее геометрическое значение функции Харингтона от трех частных критериев. Далее, вектор входных факторов – это параметры оптимизации, которые мы будем, вернее, не мы, а оптимизатор будет менять для вычисления оптимального значения критерия оптимизации. Их три – это время начала работы службы, время его окончания и количество диспетчеров в рабочее время службы, то есть с 9 до 18. Количество диспетчеров в ночное время не менялось, но его не планировалось менять, это был один человек в ночное время. В нижней части слайда три переменных на модели и шаги минимальные и максимальные значения, которыми они менялись при оптимизации. Остальные параметры – условия остановки модели были получены на практике, 200 суток реального времени в 100% в случаях давали результат. Ограничения – их можно было не закладывать, потому что они присутствовали в табличных функциях в частных критериях и стандартные условия прекращения оптимизации. Прогон модели показал результат. Два диспетчера с 9 до 18 с 45 работают. При этом вычисленный критерий оптимизации равнялся 0,87, что, опять же, можно было вернуть на шкалу Харрингтона и получить значение очень хорошо. Далее. Тот результат, который был получен, соответствовал положению на середину 2007 года. Для того, чтобы можно было использовать эти результаты далее, были заранее рассчитаны на два года вперед несколько оптимальных значений параметров службы. При этом отталкивались от тренда, что количество обращений в службу растет по определенной кривой, вы ее увидите дальше. И выводы из оптимизации – это то, что предложенная модель отражала бизнес-процесс, она позволила получить оптимальные характеристики и принять управленческое решение. Служба действительно была создана с такими параметрами. Теперь то, о чем говорил Владимир Дмитриевич, то, что рассказывал до того, это было сделано почти пять лет назад, теперь взгляд из 2012 года. Был сделан прогноз на верхнем рисунке, вы видите этот тренд, он обозначен в виде зеленого отрезка, что обращения в службу будут расти практически линейно. До 2009 года этот прогноз оправдывался. После этого он оказался ложным, потому что на нижнем диаграмме вы видите, что в последние три года количество обращений в службу сервис-деск стабилизировалось на уровне 16 тысяч в год. Это произошло почему? Потому что не были приняты во внимание внешние факторы. Как результат образования корпорации мы готовились к варианту, когда IT-служба будет общая у всех трех банков. В результате получился вариант немножко другой. Каждая организация осталась при своих, при своей IT-службе, при своей IT-поддержке. Почему этого не произошло? Потому что, наверное, мало кто мог догадать, что случится кризис мировой финансовой системы, так называемый, который переключил все внимание немножко на другие задачи. Развитие IT-систем, кроме того, также было не приостановлено, но ограничено. Да и число пользователей этих IT-систем из бизнеса тоже было несколько сокращено. От этого мы получили, что организация вышла на стабильный уровень количества обращений в Service Desk. Все это говорит о том, что для того, чтобы моделью можно было успешно пользоваться, как инструментом принятия бизнес-решений необходимо периодически, я не скажу, что очень часто, но смотреть на модель, смотреть на статистику, проверять и актуализировать ее параметры. После этого она какое-то время до следующей проверки окажется пригодной. Коллеги, спасибо за внимание. Я не знаю, когда вы сможете мне задать вопросы. Я так понимаю, сейчас будет общее задание вопроса. Ну, я думаю, что сначала вопросы, которые возникли нашему гостю. Все. Андрей, скажите, пожалуйста, оптимизатор – это функция вашей системы или это односторонний продукт? Оптимизатор – нет. Оптимизатор американский. Компания называется Opttech, оптимизатор называется Optquest. Этот оптимизатор встроен в несколько инструментов эмоционального моделирования. Он достаточно популярный и создавался для работы с таким инструментом. А еще он встроен, по-моему, в Crystal Ball – это такая пристройка к Excel. То есть вот так. Это продукт третьей страны. Естественно, он за собой имеет годы разработки. То есть это достаточно непростая вещь. Вот. И мы, соответственно, включаем продукты третьей страны на каких-то коммерческих условиях в свой продукт. Еще один вопрос. Скажите, у нас на модель модели можно смешивать? Да. Именно. AnyLogic естественным образом создавался для этого. И можно создавать любые архитектуры. Ну, например, да, вот моделируют спочку поставок. Вот у вас есть компании, производители, поставщики, дистрибутеры. Это агенты, которые между собой взаимодействуют как-то, да. А внутренние их могут быть процессные модели. Модели производства, бизнес-процессы, документооборот, вот тот же склад и так далее. То есть смешивать можно, если этого требуют задачи, там можно. Еще, пожалуйста, вопросы. Будьте любезны. А я хотел спросить про изменение интересов заказчика в процессе моделирования. Вот получается так, что на определенных этапах у нас возникают новые знания о законах распределения, о проблемах в системе. Как вот в процессе создания моделей отвечать на… Ну, один из законов выполнения таких проектов – это делать проект вместе с заказчиком. То есть количество итераций, которые вы с заказчиком провели, чем больше, а их много не бывает, чем больше, тем лучше. Поэтому, в принципе, то, что мы стараемся делать своим консультантам, а также учим на всех тренингах, что как можно чаще показывайте заказчику модель, вместе с ним запускайте ее, смотрите, что получается, чтобы как можно раньше выявить какие-то либо несоответствия. Ну, например, да, вот вы там, когда мы склад этот делали, показываете, он говорит, так работать не может, время сделано по вашей книжке бизнес-процессов. Начинаю анализировать, почему? Оказалось, что, во-первых, в книжке там есть какие-то неточности, ошибки. То есть уже это является полезным. То есть, например, у них модифицируется их же описание бизнес-процессов в процессе выполнения проекта. То есть итеративность и постоянная связь с клиентом, она очень важна, и без этого проекты делать нельзя. То есть это не что-то, что вы получили задание, уехали, потом приехали с какими-то цифрами. Это не так. Андрей Аликовович. Пожалуйста. Геопазон стоимости ваших проектов. А продукты или проектов? Типовой проект, который вы делаете для заказчика, то есть модель для организации. Ну вот если говорить о проекте вот такого временного диапазона, скажем, 4-6 месяцев, это будет, скажем, от минимального, наверное, от одного и дальше миллиона рублей. То есть, может быть, полтора, может быть, два. Для сложных проектов там 4 миллиона рублей. Ну вот как-то так. А сам продукт, сейчас я вижу вашу руку. Сам продукт, вот там у него есть несколько версий, но самая мощная версия называется Newlogic Professional, у нас стоит долларовую цену, я помню, это где-то 16-17 тысяч долларов. Она включает в себя вот Quest, ну и разные библиотеки. Вот. Есть версия подешевле, она стоит в районе там 5-6 тысяч долларов. Это продукт. Да. Да. У меня два вопроса. Я сейчас занимаюсь по одному типу своей работой о тренировании моего дизельного склада и в процессе работы я подошел с такими… Я не знаю, наверное, может, либо ограничениями программы у меня, как сказать, я работаю в профессиональной версии. Угу. Значит, первый вопрос на такой, там, у вас есть такой как ресурс. Угу. Ресурс и ресурс юнит. Коллеги, извините, пожалуйста. Это вопрос достаточно частный. Я… То есть можно в личном? В личном плане тогда обсудить, потому что нам важнее, чтобы были ответы на те вопросы, которые волнуют многих. Пожалуйста. Андрей, есть ли возможность у меня вручить, вместить несколько моделей? О чем я сейчас говорю? Это, допустим, вот рассматриваемые склады, из них сделать все эти склады. Да, да. То есть есть не в одну модель сразу все эти склады напихивать, а одна модель – это раз, вторая, два склада, и потом входы и выходы связать в одну единую. Ну, Эннеологик же, в принципе, предлагает, так скажем, ну, в терминах программирование, объект-ориентированную разработку. То есть у вас просто это будут разные склады разных объектов, потом вы можете их в некой среде их собрать вместе, и пусть они будут связаны какими-то документами, то есть информацией или продуктами, перевозящимися между складами. для меня, пожалуйста, конечно. Я правильно понимаю, что использование Энне-Лоджик доступно для любого уровня знаний и персонала? То есть может быть там простой бизнес-нолетик, да? Сотрудник транспортного, там, архитического отдела, а также и топ-ноджен? Ну, смотрите, это зависит от того, как вы строите модель. Если, например, модель – это системная динамика, ну, там вообще не нужно знания специальных никаких, там не нужно знать ни программирования, ничего там, естественно, это достаточно просто. В агентных моделях, там встречается пара строчек кода, да, ну, не кода, ну, вот скрипта, так можно сказать. В принципе, если, ну, если, например, вы хороший пользователь Excel, да, и можете писать какие-нибудь там Visual Basic скрипты, у вас не вызовет трудности вот построение таких моделей, и вы не лоджик тоже, потому что, то есть, скажем так, знания программирования, какие-то там, как написать программу с нуля, или объектная ориентированность, они не нужны, да, вот. Но знания, скажем, как вызвать функцию, вот, они, наверное, потребуются для какого-то типа модели. То есть, в общем, вот есть некий диапазон, и это все зависит от того, какие модели вы строите, какого они типа, и какого уровня сложности. Коллеги, я прошу обратить внимание на следующее обстоятельство. Нас лимитировали 21.55, сейчас 21.48, и мне кажется, что мы должны оставить как минимум 3 минуты Сергея Александровича, для того, чтобы он ответил на вопросы. Пожалуйста, Андрею Владеленовичу тогда я слово передаю. А тогда остальные вопросы по ходу в коридоре, если это. Да, так может быть, что там мы сейчас сделаем? Потому что у меня есть какие-то общие слайды про моделирование, которые хотел показать в конце, но еще нужно вот Сергею вопросы задать. Тогда я предлагаю, есть ли вопросы к Сергею Александровичу? А вот эта результация может быть как-то на передом доступе? Да, мы планируем это сделать. И плюс к этому я брал на себя обязательство написать статью, посвященную моделированию и всех аспектов, связанных с этим, исходя из бизнес-проблем. Я ее надеюсь закончить за следующую неделю и мы планируем ее выпустить в февральском номере журнала и она, ссылка на статью, должна быть доступна всем участникам. Пожалуйста. Сергей Александрович, а у вас в банке, ну, предпринимается попытка, есть опыт моделирования банковских бизнес-процессов? Ну, имеется в виду, там, тредитного, допустим, там, обслуживания средств. Именно в этой тредине. С привлечением IT-подразделений я не знаю больше таких случаев. Про то, что делают бизнес-аналитики, вряд ли. Я сейчас просто скажу по-косвенному. Дело в том, что программное обеспечение, которое разрешено на их местах, оно контролирует IT и не лоджика, к сожалению, там нет. Еще вопросы к Сергею Александровичу? Тогда давайте поблагодарим Сергея Александровича. И оставшееся время предоставим нашему гостю. Вот такой слайд. Как вообще использовать инвестиционные модели? Иногда модель встроена прямо в процесс компании, то есть в ежедневные операции. Ну, например, модель перевозок. Вот для Балтики их оптимизация, оперативный уровень. Используются ежедневные. Люди, которые используют, даже не знают, потому что они используют инвестиционные модели. Запускаются периодически при принятии решений. Это какое-то среднесрочное планирование, для которого запускается какая-то сделанная оптимизационная модель. А вот, возможно, Сергей, ваша модель, да, можно отнести вот к этому классу, так? Направление о тебе решений. А сравнение сценариев. То есть вы что-то предполагаете сделать, соответственно, создается модель чего-то, что еще пока не существует, но предполагается создать, и имитация используется для оценки этого варианта. Если вы куда-то идете с вашим предложением, например, это есть какой-то тендер объявленный, да, то очень часто модель используется как дополнительный аргумент. Вот смотрите, вот мой PowerPoint, там пусть все очень красиво. А вот я еще принес модель, например, не знаю, вот ваш аэропорт будет работать вот так, и там есть анимация, трехмерная, вот это, кстати, мы не посмотрели, но ладно. И это дополнительная убедительность. Тренировка, обучение, какие-то корпоративные обучающие игры тоже. Если модель встроена в IT-инфраструктуру компании, то она обычное взаимодействие с другими ее компонентами, будь TRP, CRM, WMS и так далее. Например, то, что мы делали для Balsic, оптимизация логистики, работает вместе с Oracle, по-моему, это стартечек Network Optimizer, но я могу ошибаться. То есть это часть TRP, которая стоит на Balsic, это то, что сделали мы. То есть это некое взаимодействие с IT-инфраструктурой компании. Вот у Сергея очень хорошо было понятно из доклада, что само создание авиационной модели – это только часть проекта. И очень много усилий может быть потрачено на, так скажем, дополнительные работы какие-то. То есть анализ данных, обработка данных, подготовка к использованию этих данных в инфраструктурной модели. То есть само вот это моделирование, собирание чего-то из квадратиков, соединения – это, конечно, самая интересная часть проекта, но не всегда самая трудоемкая. Ну и вот, наверное, там последний слайд, какие-то советы, если кто-то будет разрабатывать инфраструктурную модель. Значит, о первом мы уже говорили – это итерации. Итерации чрезвычайно важны. Их нужно делать много. Тем, кто знает, что такое программирование и что такое программные проекты, понимают, о чем я говорю, не бойтесь выбрасывать то, что вы сделали, делать все с нуля. И чем больше таких итераций, тем успешнее проект. Чем больше итераций с клиентом, тем успешнее проект. Я говорил о соблазне моделировать весь мир во всех подробностях. Его нужно полностью от него отказаться и забыть. следовать принципу бритвы Кама. В модели не должно быть ничего, что не нужно с точки зрения целей вашего проекта. То есть, прежде чем добавить в модель еще одну деталь, удостоверите, что она действительно важна с точки зрения решаемой задачи. Ну, в конце концов, есть еще такая вещь, как стиль. Модель, возможно, будет жить, то есть, будет нужна кому-то еще. И насколько красиво вы ее сделаете изнутри, от этого зависит ее жизнеспособность. Либо когда вы к ней вернетесь через, скажем, 3 месяца или через год, либо если вы передадите ее другому человеку. Значит, это какие-то советы Штермана по поводу валидации моделей. Это ответ на один из вопросов, которые были в начале мастер-класса по поводу того, а кто, собственно, сказал, что такая модель ей можно верить. Вот это некоторые советы разработчиков, которые позволяют, так скажем, увеличить вероятность того, что модель хорошая. Значит... Все, да? Ну что... Коллеги, я прошу извинить, но меня торопят. Я надеюсь, что вы получили массу интересной информации. Я считаю, что мы должны особо благодарить Андрея Владимировича. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое всем за внимание. Я надеюсь, Андрей Владимирович еще минут 10 будет доступен для ответа на вопросы. Спасибо всем. Спасибо, что вы получили! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Создавать там какие-то события и изменения на собственном статистике. Это первое, что вы можете сделать, естественно. Второе, и что чаще делается, это вы эти данные скармливаете программе анализы статистического, которая вам на выходе выдает распределение, Я еще добавлю свои статистику, если целиком видео будет на закрытой части, стоять по школе для выпуска мотеля, ну вот так, видите, сейчас на 10 минут просто на сайте школы. Я уже постепенно думал, что стандартный, а полностью закрыт, я принято соговорить. ...на схема, скажем, для дорожной библиотеки, там можно, конечно, связать кнопочкой со стрелками, но это надо делать. А вот планируете вы развитие железнодорожной библиотеки в этом направлении, чтобы упростить строение тренажера? В этом направлении пока нет. То есть, и на самом деле, если пришлись какие-то мысли, то мы будем очень рады. Вот, то есть железнодорожная библиотека развивается сейчас по, там, большей гибкости и автоматизации, там, вещей, например, из-за рутинга, там, типа, заехать за стрелкой на стол, вернуться обратно и так далее, вот эти вещи. Эти вещи, да. По поводу того, что вы говорите, пока нет. Это, поэтому мысли мы принимаем и будем рады. Это очень перспективно. Еще второй вопрос, если можно. Вот была книжка Карпова. Она по пятой версии, к сожалению. Да, по пятой версии. А вот планируется... Я пишу книжку по шестой. Очень медленно, к сожалению, это делаю. Там есть в интернете несколько глав, глав 7 или 8 написанных. На английском приходится ее писать. Ну, это просто, например, наша основная аудитория. И кое-что уже приведет к нашему программу. То есть, в принципе, по шестому есть книжка на английском, она находится на сайте. Там где-то есть ПК. Надо пройти в раздел. Называется «Большая книга про неоджика». Это «Большая книга про неоджика».